Добро пожаловать в хоррор игру под названием Апартамент 1406, с вами канал AlexPlay и это прохождение данной игры. Это напряженная игра ужасов, в которой вам предстоит постоянно выживать во вражеской среде. Собирайте предметы, чтобы выжить против ограниченных боеприпасов и существ, скрывающихся во тьме. Решайте головоломки и выживайте в этой мрачной игре. Ну что, давайте посмотрим новая игра, погнали. Так, телефон, меня зовут Итан Блэк, я ассистент Габриэля Блэквуда, но моя самая большая мечта охотиться на демонов. Профессор Габриэль Блэквуд, опытный охотник на демонов, который постоянно подчеркивает, что мне необходимо приобрести дополнительные навыки, прежде чем я буду готов присоединиться к нему в борьбе с темными силами. Посмотрим. Люблю индюшки, надеюсь вам тоже нравится. Я специально сделал погромче, чтобы сильнее бояться. Мечты могут прийти в самый неожиданный момент. И в моем случае это произошло одновременно с телефонным знакомым профессора Габриэля. Будь осторожен с желаниями. Так, начало. Профессор Габриэль попросил меня сходить в заброшенную квартиру 1406. Кстати, слушай, мне напоминает фильм 1408. Возможно, разработчик вдохновился этим фильмом. Интересно. Зашел в заброшенную квартиру 1406 и принеси ему старую книгу. Однако, он не сказал мне зачем. Он был очень взволнован. Он упомянул, что книга находится в тайной комнате и оставил нам подсказки. Все это звучало странно, даже от него самого. Когда я вошел в здание, мне показалось, что я путешествовал во времени. Крутые лестницы и старая мебель. На каждом шагу я чувствовал что-то не так. Шепот и жуткие звуки. Слушай, но определенным мне напоминает фильм 1408. Надеюсь, лифт работает. Боже мой. Мышка пробежала. Ясно махнуло. Так, ачивочка. Боже мой, все падает. Тут-то явно небезопасно ходить. Что у нас тут такое? Изучить. И что? Это типа лифт или... Что-то непонятно. Ладно, давай уберем. Что это? Это какой-то человек? Тень какого-то человека. Нахренеть. Так, у меня есть меню инвентаря. Надо подняться наверх. Найти комнату 1406. Давайте попробуем найти. Жуткие какие-то звуки. Очень жуткие звуки. Кирпич. Кирпичная стена. Так, не понимаю, что это значит. Но пойдемте дальше. Блин. Баночка. А тут физика. Тут физика есть. Я могу сдвинуть это? Ладненько. Я могу приседать. Окей. Чтобы... Ах ты ж, мать, его! Как раз себе. Тут реально физика работает. Я могу взять стул. Это прикольно. Люблю, когда в играх работает физика. Так, Q значит брать, да? По идее, я могу от монстра закрыться, если на меня он будет нападать. Подожди, если я буду убегать, я же не пролезу тут. Я реально не пролезу здесь. Бросаем здесь. Подожди, я кажется видел эту фотку. Это очень странная квартира. Боже мой, как в этой квартире можно жить? Тут просто все забуровали кирпичом. Лифт реально не работает. Свечи в подъезде. Тут какие-то культисты реально живут. Боже мой. Культисты, которые за собой явно не прибираются. Ладненько. Хера себе. Боже мой. Это, типа, распятый человек? Уже какая-то херня происходит. Ну, по идее, я не должен бояться. Я же все-таки борюсь с нечистью. Для меня это норма. Хотя я недавно... Ё-моё, фильм. В поисках могилы. Что-то такое. Он называется старенький фильм. Там они тоже якобы снимали сюжет. О, боже мой. По этому поводу нечисти и паранормальных явлений. Но когда они реально встретили паранормальные явления, они очень сильно боялись. Там, типа, какой-то ребенок. А это... А, нет, мы не видели. Слушай, это... Силуэт человека. Ну, как-то... Какой-то фотограф. Какой-то странный фотограф. На что он вообще снимал? Фото. О, боже мой. Хера себе. О. Это ребенок плачет? Там, по-моему, какой-то бегемот плачет. Хера себе, мать его. Кто это, мать его, был? Что за херня здесь происходит? Сохранение, это хорошо. Подожди, это... Это та квартира, куда мне надо попасть. Подожди. Я правильно понимаю? Кто-то стучится, чтобы выйти в подъезд? Обычно наоборот происходит. Обычно с подъезда стучаться в дверь. Вопрос. Что-то непонятно. Стрелка какая-то. Ладно, давай пробуем взаимодействовать. Не могу открыть. Дверь заперта, мне нужно найти ключ. А, ключ... А, там типа стрелка была, да? Смотрите, если посмотреть, там была стрелка. Типа... Под ковриком, да, искать? О, да. Точно. Прыгнуться надо. А, я могу даже изучить. Прикольно. Выбрать предмет. Выбросить нельзя, да? Охренеть, там кто-то есть. Я, кажется, ошибся дверью. Почти, а у меня есть какие-то предметы? Там крестик или еще что-нибудь, чтобы... Слых демонов выгнать. Но это явно... Может, наркоман какой-то? Так, нам типа надо поближе подойти. Эй, чувак! С тобой все в порядке? Ты меня пропустишь? Ты здесь живешь? Так, за собой сейчас как-то неохота закрывать дверь. А я могу пройти? Я так понимаю, надо свет включить, да? А, электричество отключено. Я понял. Нам надо найти, как запитать электричество. Тут щиток есть, кстати. Уполз. Он такой, уполз. Вы это видели? Это точно квартира? А, ну это я знаю. Есть в квартирах? Ты открываешь дверь, да? А там еще много, кто живет. Типа слева соседи, справа соседи. То есть, это их территория. Это уже их подъезд. В этом подъезде уже можно что-то такое оставлять. Типа ботиночек. Ты уже будешь знать, что в принципе никто чужой не возьмет. Если кто-то возьмет, то это явно кто-то отсюда. Тут заперто. Я могу сломать это? Нужно сломать это. Почему-то я пошел сюда, а не туда. Хотя, по-моему, туда, чувак, да, забежал? Там какая-то куколка на нас смотрит. И не одна. Нет! А я думал, меня закрыли. Просто я хотел тут посмотреть. И тут куклы. Так. Я одолжу вас ключик. Надеюсь, вы не против. Блин, какие страшные. Слушай, не во всех хор-играх можно прыгать. А здесь можно. Соедините чашку с кнопкой. У меня пока... Подожди. У меня есть... Один ключ. Маленький ключ. Ключ от ванной комнаты. Окей, буду знать. Боюсь, бегают тут всякие. Может, меня реально глючит? Это чувак с ножом? Слушай, он наблюдает за мной. Смотри. Он голову поворачивает. Криповенькая куколка. Так, ладно. Там уже пурган поднялась. Подожди. А это дело зимой происходит? Или когда? Какой-то еще ключ. Подожди. Я что-то подобрал. Но это не ключ. Ну-ка давай посмотрим. Девушка на верблюде. А что у нее с лицом? Слушай. Она вроде бы симпатичная, но у ней как будто бы... Другая кожа, да? А, за этими воротами скрывается зло. И оно ждет тебя. Так, ну... По идее... Я же тот, кто должен это изгонять. А, найти ключ надо. Слушай, а может быть мы пойдем поиграем в другую игру? Типа, Animal Party. Постримим, а? Она спокойная. Веселая. Подожди, а это разве было? Это разве было? Я туда раньше мог пойти, а сейчас не могу. Подожди, а вниз я смогу спуститься? Или тут тоже будет закрыто? Да ты серьезно? Внизу тоже закрыто. Ладно, Animal Party отменяется. Придется идти до конца. Окей, ребят, не забудь поставить лайк этому видео. И еще, если ты любишь стримы, там, прохождение хорр-игр на стримах, или другие игры, любишь пообщаться с автором, то заходи на мой твич-канал. Ссылочка будет в описании. Дойдем до тысячи подписчиков. Я устрою конкурс. ПДБД. Топорик взяли. Найс. Хера себе, там кто-то был. Так, топорик на один, да? Я могу убрать его, могу достать. А я тут реально буду бороться с нечестью? Куколка? Она поворачивает голову. Я знаю, в каком-то хоррель было то, что если ты отворачиваешься от них, они тебя преследуют. Ладно, я так понимаю, надо цепи, да, разрубить? Может, дверь? Нет, не получится. Там явно зло какое-то, слушай, дремлет. Тут просто все заковали. Чаша. А, я знаю, я знаю, куда чашу поставить. Она кого-то обсмотрит в эту комнату, может, она типа подсказывает, да? Это определенно знак. Чашу поставить. А, перетащить вот сюда. Типа, как перетащить? Ну, типа, я вот выбрал, да, допустим? Я не понимаю. Чашу с кнопкой. Выбрать, перетащить. А, ну вот так перетащить, да? Я могу как-то ее перетащить? Соедините чашу с кнопкой. Ну, вот же чаша. Ржавая чаша, кажется, здесь что-то не хватает. А, так нам надо еще что-то найти, да, для нее. Окей. А, вот, смотри, тут открывается. Определенно тут что-то должно быть. О, что-то нашел. Можно изучить. Маленький ключ, окей. Ладно, я думаю, это... Стули тут всякие стоят. Я думаю, это от этой, да? Нет? Да. Это 101, да, получается? Боже мой, в туалете. А, вот какая-то кнопка. Хера себе! Тут что, в пауках? Матерь божья! Охренеть! О, боже мой! О, боже, боже мой! Это какой-то паук. Слушай, а если бы я был арахнофобом, я думаю, я бы сильно испугался, побледнел бы и, возможно, потерял сознание. Это я? А сзади девочка стоит! Сзади меня какая-то девчонка стоит. Я боюсь поворачиваться. Тут вроде никого нету. Ну, а она определенно стоит там, смотри. Я вижу себя. Почему я... Почему я... Почему я смотрю сюда? Почему я смотрю на свою... Не буду выражаться. О, боже мой! У меня голова в пахе, что ли? Почему? Я не понимаю. Типа, я подхожу, я не вижу себя, не вижу лицо, а вижу свой пак. О, боже мой! Девочка, не смотри сюда. Давай ее закроем вот так. О, все, я не вижу. О, тихий портан. Нет, ладно, мы закроем, реально. Окей. Теперь нам сюда... Давайте попробуем собрать головоломку. Так, как это работает? А, вот, я могу объединить их вот с этим, да? Да, я объединил. Теперь можно поставить. Изучить. Убрать, показать, повернуть. Так, ну ладно, мы что-то активировали, возможно. Что-то должно определенно произойти. Подожди, а сейчас нету этой картины, я не вижу девочку. Но мы все равно закроем дверь, на всякий случай. Реально страшно. Тут по-любому все потом в крови будет. О, нет, а ухи... Определенно там какое-то зло, ребята, определенно. Ладно. Мы что-то активировали, что-то должно произойти. Давай возьмем топорик, на всякий случай. Я уверен, что нам придется отмахиваться. Можем выключить свет. Блин. Давай закроем, чтобы не дуло. Наверное, возможно, там что-то надо повернуть, слушай. Так, она смотрит сюда. Что тут должно произойти, я не понимаю. Активировали. Я могу только изучить ее. И зачем нам это надо делать? Ну, нет, по-моему, нет. Мы вот это сделали, и все. Возможно, тут надо что-то нажать. Что? Он опять здесь оказался? Так, я пока не знаю, что делать дальше. Тут девочка была. Тут вроде мы все посмотрели. Блокировано. Может быть, там ключ понадобится, чтобы сюда попасть. Что-то я упускаю, да? Что-то я определенно упускаю. Блин, назад как-то неохота идти. Сюда он попасть не может. Подожди. Может, это скажет он мне? Все-таки, давайте, может, разрубить ее, нет? Не получается. Так, ну, все-таки, что-то надо здесь делать, да? Так, убрать, повернуть, показать. Вот это что такое показать? А, типа, взаимодействие? Реально это взаимодействие было взаимодействие. Ой, боже мой! Маленькие! Ой, куклы. Вы меня... Ёть! Пошли нафиг! Нет, 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 нет! Да пошли вы... В жопку! О! Пошли нафиг, вы слишком маленькие! Там... Я... Я хотел выйти, а там стена! О, боже мой! Котя, я знаю этих кукол. Была игра, я помню, на канале Дариди играл. Там были подобные куклы, но там она была одна, кукла-убийца. Да, это модель каприленную взяли. Немножко подредактировали просто. Ну, прикольно. А эти малыши пытались меня убить. Да вы что, с ума сошли, что ли? Слушай, ну у них ножи-то острые. Они как минимум... Не, они реально могли все-таки меня убить. Они могли бы по ногам мне проехаться. Мне было бы больно, я упал. А там и до головы не... Сложно добраться. О, боже мой! Тут уже какая-то неча стала происходить. Так, тут что-то есть. Изучать книгу. Читать. Так, ладно, хорошо. Журнал профессора Габриэля Блэквуда. День 1, квартира 14.06. Мы приступили к изгнанию демона Демексуса в квартире 14.06. Жильцы квартиры сражались вместе с нами и помогали поймать демона, которого мы сковали цепями. Неоценимую помощь в борьбе со злом оказала Эмма, моя талантливая дочь, обладающая паранормальными способностями. Демон по-прежнему грозен. Возможно, мне стоит попросить Итана представить мне оккультный манускрипт 2. Второй, четвертый день. В течение этих дней мы вели ожесточенную борьбу с демоном Демексусом. Демексус попытался вырваться на свободу и нанес нам ответный удар. Резиденты стойко держались и верили, что мы сможем его победить. Эмма, используя свои необычные способности, была нашим самым ценным союзником. День 5. К сожалению, неожиданно вспыхнул пожар, быстро охвативший все здание. Мы поспешно пытались спастись, но никого из жильцов спасти не удалось, только мне удалось выжить. И сердце мое сжалось, когда я понял, что Эмма, скорее всего, не выжила. Через некоторое время я вернулся в здание. На первый взгляд, все в порядке. Но я ощущаю внутри разложение, запах обугливания. Что-то чужое и могущественное должно владеть им. Но это не Демексус. Эмма? Я должен найти способ узнать правду. Итан? Так, окей. Давайте уберем это все дело. Демон явно непростой. Так, марля. Тонкая полупрозрачная ткань с рыхлым отрывным плетением, которое может оставить кровотечение и исцелить 15 хп. А, мы будем хиляться? А, тут как в резиденте, да, только на минималках. А мне тут пистолет, какое-то оружие. Потому что прикол в том, что я не знаю, как выйти назад. Компьютер? 666. Число дьявола. Ладно, и куда вводить этот пароль? Тут будет какой-то замок или что? Непонятно. Так, определенно нам нужно куда-то ввести пароль. А, вот, подожди. Я понял, смотри. То есть мы показать чмем, приближаем. Так, ну и тут все понятно. 666. Найс. Так, теперь я могу опять повернуть, да? Открываем. Забираем. Оккультный манускрипт 4. Я могу забрать его? Так. Теперь надо покинуть квартиру. Боже мой! Там в окне, видели, здоровая голова? Охренеть. Ладно, просто проходим дальше. О-о-о. Так, может это выключить дело? Паутина или что это? Так. А я могу прочитать? Древний фолиант. Мне кажется, кто-то ходит. Мне уже кажется. Древний фолиант по теме магии. Содержит опасные заклинания и ритуалы. Обращайся с ним аккуратнее. Ну или осторожнее. Так, мы пока что не можем, да? Сюда припросить. Да, не можем. Ладно, нам сказали убираться из квартиры. Надеюсь, у меня получится. А там был... Да, ну замечательно. Там было все закрыто. Новый способ покинуть квартиру. Манекен, ты показываешь. Вот туда иди. Иди вот туда. А там закрыто. А, или ты мне что-то даешь? А, мне ключ дает. Слушай. Может это... Слушай, может это Эмма? Типа ее душа в манекене? Или я брежу? Державый ключ можно использовать для открытия запертых дверей. Я уже понял, куда нам надо идти. Нам надо туда. Да, туда. В конце коридора. А там какое-то зло. Возможно, это специально зло туда поместили. Заточили. Я... Херой себе. Оно явно недовольно. Может это просто сквозняки? Блин. Да блин. О нет. Зло. Я пришел за тобой. Бойся меня. Я жестокий и кровожат. Блин. Нет. Я маленький и пушистый. Так. Что у нас здесь? Слушай. Опять эта девушка... Слушай. Такое ощущение, что это нейросеть нарисовала. Потому что пропорции какие-то странные у верблюда и у девушки. Мне кажется, он нейросеть использовал, слушай. Для фотки. Да? Чтобы она такая уникальная была. Прям такая зеркальная. Так. Читать. Я иду. Неизбежно. У вас нет выхода. Боже мой. Найти ключ надо. Это радио. Может настроить волну? А я могу выключить? Может, а это стоит выключить? Манекен, ну мы что с тобой подружились, да? То есть ты меня не трогаешь. Мы договорились. Ты что мне не так... Не просто так ключ? Или он мне дал ключ, чтобы я сюда попал и меня убили? А, да я пошел. Опять дали ключ, да? О, боже мой. Длинный дверной ключ. Длинный дверной ключ, который можно использовать, чтобы отпереть какую-нибудь дверь. Ну, понятно. Вот это, видимо. Твою ж мать. Нет, я, кажется, ошибся. Двери, до свидания. Ладно, нам придется это сделать. Ну, здравствуй, демон. О, нет. Как и салент-хиллом. Звук сирены, как и салент-хиллом. О, нет. Эй, его, кстати, нету. Где он? Что-то взял таблетки. Таблетки с... Гидроморфом используют для облегчения умеренной сильной боли. Она с лет 20 хп. А как я пойму, сколько у меня здоровья? А, вот, у меня 99, да? Это мне маленький этот задел. Маленький чудик задел. Знаете, что я заметил? Это не призрачный огонек, это пыль. Плюс у меня еще изо рта холодок. Это значит, что тут не только демон, еще и призрак, что ли? Слушай, реально они салент-хиллом вдохновлялись, да? Типа все изменилось и мрачно стало. А, взял дверной ключ. Окей. Длинный ключ. Ну, описание примерно такое же. Так, ладушки, шоколадушки, идем дальше. Все, в принципе, тут пока банально. Подожди, я на полотенцовую сумку взял количество предметов ноль. Хранить. А, я могу тут... А, тут можно оставлять какие-то вещи, да? А потом за ними заходить назад. Пистолет? О, это хорошо, слушай. Так, использовать два. А сколько патронов там? Семь патронов. Полуавтоматический ржавый пистолет, стреляющий патронами калибра 9 миллиметров. Я правильно понял, что там семь патронов, да? Ладно, пока что давайте возьмем топорик. Реально, как в Саренкиле. Нужно найти ключ. Окей, ладно. Пропробуем. Оставлять пока ничего не охота, потому что у меня есть еще пока что место. Может, какой-то подсумок мы сможем найти, слушай. Так, и куда дальше? Хотя бы тут закрыто. Нужно найти ключ. Ну, тут явно ничего не должно быть, да? Шкафчики не открываются. Подожди, может быть. Я знаю, в играх есть такой эффект, типа я захожу сюда, и что-то меняется. Не, все-таки найти ключ надо. Блин. Не знаю, где его искать. Я прямо что-то выпускаю. Прыгай. Так, может на диване? Так, я тут уже был и ходил. Электричество отключено. Можно, типа, включить, если найти щиток. Щитовую. Коврика нету. И где мне тогда его искать? Возможно, где-то висит. Так, в подсумке ничего нету. Так, в подсумке реально ничего нету. Окей. Так, может, тут есть. О, а вот он ключ. Реально надо было присесть. О, нет. О, нет. Там кто-то с топором прошелся. Так, тут вроде бы точно ничего нету. Окей, у меня есть ключ. Я так понимаю, она эту дверь открывает, да? Да. О, боже мой. Какие ужасные звуки. Ладно, потихоньку. Пошла нафиг. А все, два раза ударить. Ну, в принципе, они не такие уж сложные. Просто... Мне это нравится. Реально, как в Сайлент Хилле. Взяли рюкзак. О, голова вообще-то. А, плюс... Плюс три места дали. А нафига мне тогда что-то оставлять? В рюкзаке я лучше, наверное... Лучше подсумок возьму. Так, но они не сложные. Да, я думаю, я с ними так справлюсь. Чуть позже, возможно, нам придется использовать пистолет. О, еще все интереснее и интереснее получается. Что я не могу льдеть-то? А патрон 9 миллиметров. Читать. Я столкнулся с незнакомой девушкой, имени которой не знаю. Ее печаль переполняет, а слезы не сходят со щек. Похоже, она стала случайной жертвой этого проклятого места. Ее отчаяние непонятно, и я ничем не могу ей помочь. Она цепляется за тень, пытаясь спрятаться от беды. Но эта жестокая реальность не позволяет ей этого сделать. Боже мой. Это демон? Как будто бы он мертвый, да, уже его приковали. Тут просто куча нечисти какой-то. О, патроны. А, это 9 миллиметров, да? Там поскольку... Хотя у меня много патронов, можете использовать пистолет. Давайте попробуем. Мне просто интересно, как он стреляет. Сколько надо патронов, чтобы у нее убить? Ладно, на следующую потратим. Эй! Как так нечестно? Два патрона всего лишь надо, да? Теперь зарядимся. Аптечка, найс. 82 хп. Ладно, пока что так нормально. Так, подэкономим. Что-то много патронов, да, дают? Или что это? А, это 2 аптеки. А сколько исцеляют? По 50 хп? Фига себе. Неплохо. Ключ нашли. Еще патроны. В которых больше ничего нету. Ладно, идем дальше. Ммм, 2 аптеки. Пока что. Так, ну и крепко убить. С ним вроде ничего не выпало. Ладно, давайте возьмем пистолет. Ну, в голову она так же быстро умирает. Это реально как в резиденте растений, содержащие фитохимические вещества, которые помогают заживлять небольшое количество раны. Она заживляет 15 хп, но вы можете делать лекарство из травы, соединив ее с маслом. А, у меня пока нету масла. Ладно. Сейчас прям больше предметов дают. Боже мой. Это типа пирамида? Девочка ушла. Блин. Хера себе на пирамиды головы похожи, да? Какой-то не пирамиды головы. Такое ощущение, что сейчас жечь будет происходить. Так, таблетки взял. Патроны. Читать. Давайте почитаем. В этом проклятом измерении, где царит ржавый пейзаж, души тонут в отчаянии. Долларвекс со своим демоническим псом безжалостно терзают тех, чьи совесть была. Различные преступления. Все злобные, завистливые и недобрые жители. Сожженные заживо теперь испытывают страшные муки. Запах горелой плоти напоминает воздух, почему-то постоянно напоминая нам о наших грехах. Назад. Окей, типа я прочитал. Кажется, у меня скоро места уже не будет. Еще есть одно. Николас, нам что-то красненькое. Охренеть! Что это? Боже мой! Неожиданно. Реально топорик хорошо справляется. Что-то дали. А, вот нам масло дали, да? Вода. Часто вода, которая стреляет, 5 хп. А я могу это, допустим, даже бросить. Могу ли я это сочетать с чем-то? Использовать. Если могу что-то использовать, вода, ну, чуть-чуть исцеляет. Бинн 15 хп. Давайте бинт используем, наверное. Соединять нельзя. Давай используем. 97. И возьмем еще. Что-то мы с вами еще взяли, да? Энергетический напиток. Энергетический напиток это вид напитка, содержащий сахар и стимулирующие соединения. Обычно кофеин, который можно истелить 15 хп. Если выпить. Так, ну, кстати, мы часть аптек можем, наверное, сейчас оставить, если дойдем до туда. Подсумок, да? Ага, вот так. Ой! Боже мой! Ладно, пока... Пока есть место. Если что, потом оставим. Пошла отсюда! В жопку иди! А, хорошо, что аптеки в одном месте хранятся. Так. 37 патронов. Ну, блин, что-то... Не будем жадничать, примерно. Хера себе! О, он быстрый! Эти засранец быстрый. Ну, давай вот, наверное, выпьем 5 хп всего лишь. Не знаю, может, можно, конечно, использовать было с чем-то. А, ничего нельзя делать. Так, вот закрыто. Ладно, идем дальше. Вау, ружье! Использовать 3, да? Блин, прикольно. Давай тогда по порядку вот и поставим. И записку. Мой отец, Габриэль Блэквуд, использовал мои необычные способности во время экзорцизма. Временами я чувствовал себя для него лишь орудием борьбы с демонами. Его внимание было сосредоточено на изгнании зла. Теперь, наблюдая за страданиями здешних обитателей, я жажду мести. Должен ли я использовать Демексус, Демексус, чтобы наказать своего отца за то, что он сделал со мной? Ненависть и гнев, который я испытываю, переполняет меня. Он даже не ищет способа вернуть меня. Можно, в принципе, здесь оставить, да, в подсумке что-нибудь. Я не знаю, это аптека. Набор первой помощи это оборудование, которое используется для оказания медицинской помощи. Оно полностью стелит раны. Вау. Да, пока в хранилище поставим, да? Энергетик тоже в хранилище. Это можно будет соединить с чем-то. 20 хп, да? Отхиливает. Ну, пока, наверное, так пойдем, да? Три места у нас есть. Так, и куда мне? А, слушай, мне надо было вот что взять. Ключ. Ржавый ключ. Курс, и два раза стрельнул. Ну, это быстрый монстр, вот их лучше стрелять. Два раза, да, примерно? Боже мой. А, вот масло, слушай, я могу масло использовать, да? Объединить вот с этим. Что-то получилось. Ну, теперь 50 хп исцелят, а было 15. Неплохо. Блин, миленький мишка. Кто ты? Слушай, а монстры ее не трогают. Монстры, как будто бы, ее не замечают. Здесь две двери. Боже мой, не заметил. Так. Ну, у меня определенно есть все опыт в хоррорах. Ну, в принципе, в шутерах. А! 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 Откуда он выбежал, вообще непонятно. Кто-то тут притаился. Так, и зачем я здесь? Какой-то лабиринт слушали. Ага, давай изучим. В этом месте я чувствую страх и одиночество, как никогда раньше. Я не знаю, как долго мне придется терпеть эту лишенную свободу реальность. Есть ли шанс вырваться отсюда? Неужели я обречен на вечные страдания? Мое сердце отягощает боль и печаль. У меня нет никого, кроме меня и моих мыслей. Я должен найти в себе силы и противостоять этим невзгодам. В конце концов, я не сделал ничего плохого. Так, тут подсумок тоже, да? Ну, посмотрим, мы что-то оставим. Книга. Так, тут что-то еще есть. Боже мой! Кто это мотиву? Какая-то гарпия закричала. Ржавый накнешник для ключа. А, видимо, надо соединить, да? Ну, мне пока что не с чем. Патроны для ружья. У меня есть ружье, да? Так, ну это, наверное, потом, слушай, сначала. Может, пока что у нас есть аптека? Пока вот это положим, да? Я думаю, мы пока справимся. Давай вот это, наверное, все-таки мы на хранилище оставим. Так, у нас есть по 20 хп и 50. Я думаю, вот это тоже мы в хранилище пока что поставим. Вот так, в принципе, можно и походить будет. Давайте пока с пистолетом пойдем. Засранка. Так, яблочко нашел. 5 хп. 5 хп исцеляет. Смотри, ну мы можем, в принципе, ну 50 не охота, конечно. Давай вот так, наверное, используем. И яблоки используем. Изучить? Серьезно, яблоко можно изучить? Ну, оно какое-то гнилое. Я как будто обсветится, я не помню. Я как будто обсветится. Хотя нет, ладно, уберем. Зачем мы его изучать вообще? Ярлык какой-то. А, я могу ярлык повесить, окей. Типа 4, да, могу? И в игре я могу просто... Я в игре могу просто его съесть, да? 88 хп. Ладно. О, нет. Пожди, я думаю, давайте возьмем дробовик. О, боже мой. Где-то, тварь! Хера себе, она сильная. И откуда я начну? Блин. На. Я не хочу умереть больше. Сосранки. Так, тут что-то повыпадало. Короче, нам надо сделать так, чтобы отхияться на 100%. Потому что это псина мощная. Так, ну типа мы это читали, да? Давайте активируем. Так, теперь надо все взять. Да почему ты взять-то не можешь? Хорошо, возьмем сначала вот эту. И сейчас что-то должно произойти. Нет места в инвентаре. Так, хорошо. 25 хп можем отхилять, да? Давай используем. А, 20 хп отхиливают. Эх. Невыгодно отхилился. Ну, почти выгодно на 1 хп. Больше. Хорошо, но это давайте в хранилище поставим. Потому что вот эта штука нам точно нужна. И вот сейчас эта хрень не перевернулась. О, нет. Аптечка. Но она меня не ранила, это хорошо. Так, ладно. Вот это тоже, наверное, в хранилище поставим, да? Аптечка, наверное, не нужна. Так, аптечку мы тоже в хранилище. Это 20 хп, да? А ей нельзя слот выбрать. Некоторым можно слот выбирать, а некоторым нельзя. Стоп, хп, хватит ли мне? Нет, отбиться. Ладно, пойдем. Надо вперед выйти. А где эта псина? Вон она, тварь. Три патрона. Три патрона из дробовика, чтобы убить эту тварь. Короче, если эту тварь увидим, наверное, дроп сразу берем. Так. По кругу что-то можно пошариться и много чего найти полезного, да? Хп хорошо прям сэкономил. Сейчас прям лучше ее убили. Это просто на прям силе меня покусало. Ладно, наверное. Надо стоит дальше, да? Пойти. А, мы часть ключа какого-то нашли. Надо вторую часть найти, будет. Хотя собака замятил медленное. От нее можно бегать. Отлично. Марли. Марли можно использовать. На марли тоже. Боже мой. Да почему? Сколько патронов потратил? Они быстрые засранцы. Из-за этого ты заранее немножко стреляешь. Опять. Давайте почитаем. Путешествия по этому проклятому измерению я узнал все больше о тайне окружающей Демексуса. Мои способности позволяют мне понять, что его значение не случайно. Его намеренно привезли сюда. И если да, то зачем? Является ли он частью какого-то большого плана, которого я не понимаю? Все это заставляет меня чувствовать себя еще больше потерянным в этом темном мире. Опять много места, да? Так, ладно, хорошо. Оружие определенное я, наверное, оставлю. Давай тогда тебя в хранилище. Тебя в хранилище. Марли. Бутылка с маслом. А, подожди. Тогда давай его так сделаем. Объединяем с этим. Две, получается, да? Это в хранилище. Марли, возможно, я скоро перемотаюсь. Пока что вот так пойдем, да? Так, сейчас еще патрики возьмем. О, новый калибр какой-то. Новый калибр или что? Так, ну это дробь. Давайте слушать дробь пока оставим в хранилище. Типа, у меня хватит 7 патронов там, да? Если что, мы потом возьмем из хранилища. Нужен ключ, у меня часть ключа только. О, нет. Там какая-то хрня. Он его убил. Это демон. Тут можно кружиться от него. Ходит. Ходит-ходит. Ходит. Хера себе. 7 патронов из пистолета и один из дробовика. В принципе, его могут убить. Ну, пистолет? Только мощный. Что-то взяли. А, стержень ключа. Все, мы, в принципе, сразу его соединили. Так, ладно. Сейчас все закрыто. Я точно соединил его? А, нет, не соединил. Объединяем с этим. Теперь можно открыть. Еще один ключ. Еще патрики. Наверное, пока что ничего, да? Не надо нам брать. Так, ну, вроде бы нормально все. О, кстати, я не заметил. Так, еще одна аптека. Ржавый ключ. Какую-то запертую дверь может открыть. Так, отдайте эту запертую дверь. Прикольная хоррилюшка. Может, нам наверх? Так, я забыл, какую-то нам надо дверь открывать. Можно заплудиться. Это я читал, да, вроде бы. А, мой отец Габриэль Бекут использовал мои необычные способности во время экзорцизма. Время мне чувствовал себя для него лишь орудием борьбы с демонами. Его отнимание было сосредоточено на изгнании зла. Теперь я наблюдаю за страданиями здешних обитателей, жаждущих мести. Да, это мы читали. Да, блин, выйти надо. Какая-то девочка поет. И вот куда мне идти? Возвращаться или нет? Мне кажется, нам не стоило возвращаться, да? Тут как будто кто-то поет что-то. Игра мне не сказала, куда идти. Стоит мне возвращаться или нет? Может, мне вообще надо уйти? А, типа я в начале, нет? Хорошо, все-таки я надо вниз. Хрен поймешь эту игру. Лабиринты просто какие-то. А у меня стамина заканчивается? Я слышу, что девочка какая-то поет. Нам бы, наверное, найти ее стоит. Да, кстати, рвать стамина заканчивается. И девочка до сих пор поет. Где бы я ни был, она поет. Я думаю, надо все ниже и ниже как-то спускаться. Наверное, что тут какая-то дверь должна быть. Чтобы понять, где она открывается. Ну вот, ниже, да. А вот! Если вот так мигает, значит там, видимо, должны быть демоны. Вот, хорошо, я спустился ниже. А туда я не могу пройти. Ну и как мне? Подожди, если я тут сюда не могу пройти. А, вот, я не заметил. Аня, подожди. Откроем. Все, неужели я догадался? Легкие демоны закончились. Опять эта девочка? Она вообще ответит мне? Записки, вот много читать надо. Димексус, могущественный демон, застрял между мирами благодаря экзорцизму Габриэля Блэквуда. Его сила огромна и проклята. Он застрял в этом мрачном измерении, и его жажда крови и мести растет. Я чувствую его присутствие и знаю, что должен быть осторожен, так как он может сбежать. Однако он может быть очень полезен. Пришло время навести порядок в этом мире и покарать всех виновных. Так, ключик еще один. Куча ачивочек. Так, ладно, наверное оставим пока. Хотя, подожди, если мы оставляем патроны для дробовика, я думаю, можно собрать вот эти тоже, да? 10 патронов. Ладно, надо готовиться к куче мув. Патронов реально много. Я не буду использовать топор. Он ждет вас. Может, мне вообще топорик не нужно, и отказаться уже от него. С другой стороны, вдруг на финальном боссе у нас закончатся патроны. Да, никто не идет. И кто здесь? А, книгу, надо забрать ее как-то. А, ну все, я ее взял, забрал. А, книга исчезла. Есть здесь кто-нибудь? Это призрак по-любому. О, нет. Какая-то сущность. Немножко коцнул кто-то все-таки меня. Патроны. Сколько у меня? 58 патронов. Боже мой! Где он? Так, подожди. А, боже мой. Хера себе. А, так я его убил? 3 хп осталось. Просто 3 хп. Так, короче, ладно, используем так. По 20 остановим, да? 93 хп. Хера себе. Подожди, это финальный босс? А что он такой легкий? Или нет? Или продолжение? А, я типа вернулся. А, это я читал, да? Пятый день. Да, это я читал. Назад. А, блин, убрать книгу. Ну, у меня инвентарь мой остался. Тут же демонов уже не должно быть. Все-таки я убил этого демона простым оружием. Даже не серебряные пули. Я теперь могу спокойно вниз, да, спуститься. Уходим, короче, отсюда, ребят. Ну, его нафиг. Как пришли, так и уйдем. Все, да я просто уйду. А, хренушки там. Да ну нет. А, ну типа... Подожди, типа я его не убил, да? С нею одного человека. Мне кажется, слишком много боеприпасов. И разборчиво. Я возле квартиры 1406. Я скоро буду. А этот демон смеется. Типа его невозможно убить. Ну, для инди-хоррора неплохо. Ну, как-то много боеприпасов. Зачем мне столько много? Это если совсем у человека рюки-крюки, он не умеет стрелять. И то не всегда успеешь подхиляться. Я вовремя подхилялся, 3 хп оставалось. Конец, близок. Главное в конце не жалеть патронов. Так, можно теперь загрузиться даже. А, это все мои сохранения. В общем, таково-то игру. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал AlexPlay. Тут много инди-хорроров будут выходить. И также, если любишь стримы, прямые трансляции и хочешь пообщаться вживую с автором, то подписывайся на Twitch канал, чтобы не пропускать видеоролики, видеотрансляции. Вот, ссылочка на Twitch будет в описании. Подпишись, буду тебя ждать на прямых трансляциях. Всем пока-пока.